Железнодорожный район по праву называют входными воротами города. Здесь находится здание железнодорожного вокзала и 13 крупных промышленных предприятий. Доступность этой части Самары стала ключевой темой во время встречи с жителями главы города Елены Лапушкиной. Ранее, во время прямой линии, жалобы на работу автобусов поступали губернатору Дмитрию Азарову. Люди писали, что иногда до дома тяжело добираться, транспорт сходит с рейса, на линии не хватает персонала, а некоторые недобросовестные кондуктора не выдают билеты. Среди объективных причин, по которым отмечается недовыпуск автобусов, нехватка кадров. Дефицит основного персонала на предприятиях достигает 30-40%. Также существует проблема износа подвижного состава. Связано это с социально ориентированными тарифами на продажу билетов. По льготе для пенсионеров стоимость одной поездки составляет всего 3 рубля по проездной карте. Этих средств не всегда хватает на техническое содержание машин. Тем не менее, мы не снимаем с себя никаких обязательств. Мы понимаем, что отрасль транспорта точно социальной направленности. Конечно, ищем варианты. Каким вариантом, наверное, на сегодняшний момент это самый правильный вариант решения проблемы. Это переход на иную оплату работы для транспортных предприятий. Чтобы улучшить ситуацию в городе, планомерно начинают вводить оплату по формату транспортной работы. Это так называемые брутоконтракты. Средства на счет предприятия начнут поступать за конкретное количество рейсов. В случае несоблюдения договорных обязательств будут применяться серьезные штрафные санкции. Новая система уже начинает потихоньку внедряться. На нее перешли маршруты автобусов номер 3 и номер 13. Заметны первые результаты. На встрече жительница поселка Шмидт рассказала, на работу этих маршрутов теперь жалоб нет. Люди просили меня передать благодарность за четкое расписание и езду. Мы сами придумали расписание для своего автобуса. Департаменты-перевозчики его подкорректировали. Мы сами придумали маршрут автобуса. Департаменты-перевозчики подкорректировали. Поэтому все в наших силах нужно просто разговаривать. Елена Лапушкина рассказала, что с 1 января 2024 года еще несколько маршрутов железнодорожного района перейдут на оплату по транспортной работе. Это автобусы номер 39 и 53. Также на встрече обсудили проблему нерегулярного движения автобуса номер 52. Вот сегодня, я говорю, еще раз повторю, мониторила. Самый маленький был промежуток между автобусами до 25 минут. Остальное 40-45 и будет выше. Вот сейчас уже час интервал. Мы будем говорить, как берем на карандаш. Особенно там и в тех местах города, где практически нет других альтернатив. У нас количество жалоб по нему увеличивается. Мы вот с перевозчиком принимаем определенные меры. Сейчас комплектуется другой водительский состав. на этот маршрут. Мы обещаем, что до 1 месяца, следующего года, работа на этом маршруте наладится в полном объеме, который соответствует приезду. По итогам встречи было решено добавить на маршрут два автобуса. Ксения Баканова, Константин Головин. События.